Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Недавно я делал скринкаст с обзором программы для видеомонтажа Shotcut. И количество лайков, не самое большое для сети, но сравнительно высокое для нашего канала, говорит о востребованности этой темы. Поэтому продолжу обзор этой бесплатной, но вполне удачной программы. И сегодня уже более детально мы поговорим о том, как работать со звуком. Итак, те, кто видели первый скринкаст, уже знакомы с основными принципами работы Shotcut. Те, кто не видели, посмотрите, я уже не буду возвращаться. Если говорить про звук, то первое и главное, что нужно усвоить, в отличие от видеодорожек, которых может быть сколько угодно, но проигрываться всегда будет только верхняя, аудиодорожек тоже может быть сколько угодно, но проигрываться они будут все одновременно. И это составляет основу работы со звуком. То, что называется сведение. Если вы хоть раз видели, что происходит в студиях звукозаписи, там каждый инструмент и голос обычно прописываются отдельно. А потом треки кладут на дорожки, и мастер по звуку начинает колдовать с каждой дорожкой, добиваясь слаженного гармоничного звучания. В принципе, это все, что нужно знать о звуке, если вы не звукорежиссер. У звука есть громкость, которая измеряется в децибелах. Вот на этой шкале видно, как она меняется в реальном времени. В Shotcut за громкость отвечает фильтр усиления. Изменение бегунка увеличивает или уменьшает громкость. По-хорошему она должна плясать в районе от нуля до минус трех децибел. У звука есть частота, которая измеряется в герцах. В Shotcut есть несколько фильтров для работы с частотами, но самый простой это низкие и высокие. Низкие частоты это басы, все, что бухает, высокие это сопрано, все, что звенит. Ну а средние они и есть средние. Я думаю, все знают, что такое эквалайзер. Но вот, собственно, это он и есть. Еще у звука есть каналы. Стандартное стерео это правый и левый. Ну то есть в каком ухе у меня жужжит. Тут есть баланс между правым и левым и еще, например, такая вещь, как копировать канал. Чтобы показать, давайте я возьму запись диктофона. У меня профессиональный диктофон, который с внешнего микрофона пишет только на один канал. В данном случае на левый. Соответственно, проигрываться это будет только в левой колонке, что, естественно, неправильно. Если мы добавим фильтр копировать канал, он скопирует все, что есть в левом канале и вставит этот звук в правый. И у нас будет нормальная запись, которая звучит в двух колонках. Правило простое, но я встречал в сети видео, где звук идет только в один канал. Ну и далее монтаж звука. Теперь у нас есть дорожка и мы ее можем резать как хотим. Вот эти гималайские вершины это не просто для красоты, это помогает видеть звук. Эти провалы это тишина, паузы. Вершины это наоборот громкие звуки. В музыкальных треках так можно отличать ударника, всегда видеть ритм. Теперь мы можем резать трек, вырезать отдельные фразы, слова, менять их местами, делать все, что угодно. На монтаже из речи обличающего Сталина человека мы можем сделать его ярого поклонника и наоборот. Тут все зависит от наших моральных принципов. Для того, чтобы стыки были чище и никто не подкопался, соединять куски нужно не в стык, а через CrossFate. Перекрестное затухание. Для этого нужно просто один кусок наложить на другой и в месте их пересечения появится пространство, в котором звук одного трека будет затухать, а другого нарастать. Попробуйте. CrossFate решает много проблем. Последнее, о чем нужно сказать и что вам еще поможет на монтаже, это регулировка нарастания звука. Можно делать это через фильтр, но проще непосредственно на треке. Если подвести курсор к крайнему верхнему углу трека, у вас появится вот такая точка. Потянув за нее в сторону, в противоположную началу или концу трека соответственно, вы увидите вот такую черную тень. И звук, который в тени будет постепенно нарастать, а в конце трека затухать. Чем длиннее тень, тем медленнее это будет происходить. Напоследок, как всегда, давайте что-нибудь сделаем. Помните, если слышали, как кто-то наложил стихи, которые читает Самбродский на музыку? Это было популярно. Про «Не выходи из дома». Я посмотрел, в сети есть много стихов в авторском исполнении. Взял про бога и деревню и первую попавшуюся музыку. Она подошла, причем действительно первая попавшаяся. Сейчас мы это совместим и посмотрим, что получится. Ну вот, можно выгонять. Заходим в экспорт. Тут много форматов, но самые простые и популярные – WAV и MP3. Сделаем MP3. Тут нужно выставить кодек по умолчанию и тоже сделать с аудио. Не буду объяснять, что это и почему, чтобы не тратить время, просто ставьте по умолчанию. Тут выставляем битрейт. Чем выше битрейт, тем больше будет файл по объему и теоретически лучше по звуку. Но все, что выше 256 килобит в секунду, на слух не отличить. И нажимаем экспорт. Тут тоже есть тонкость. Писать название файла нужно с контейнером. Ну то есть поставить .mp3 или .wav, если сохраняете вавку. Все. Результат. Он освещает кровью и посуду. И честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне. Он варит по субботам чечевицы. Наверное, если вы работаете профессионально, со звуком шоткат вам не подойдет. Для профессиональной работы нужны профессиональные программы, но для домашнего использования, для полупрофессиональных нужд шотката вполне достаточно. Все, любите друг друга, пишите песни, музыку, да просто записывайте звуки дождя. Миксуйте, творите, пусть даже для себя. Кто знает, какие навыки вам пригодятся завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...